Дорогие братья и сестры, продолжаем наш урок посвященный вопрос медиалогии. На прошлых занятиях мы говорили о самостных атрибутах Бога, то есть о тех атрибутах, которые являются атрибутами совершенства. Наличие этих атрибутов свидетельствует о совершенстве обладателя этих атрибутов и отсутствие этих атрибутов свидетельствует о несовершенстве, о недостатке обладателя, о недостатке того, кто не обладает этими атрибутами. Итак, мы разбирали жизнь и указали на один очень важный момент. На тот момент, что жизнь, как и все самостные атрибуты, является дифференцированным. То есть, другими словами, каждый живой, несмотря на то, что является живым, жив по-своему. То есть, каждый живой отличается, несмотря на то, что каждый живой схож с другим живым в жизни, отличается от него также и в жизни. То есть, в жизни он также другой, его жизнь другая. Где-то жизнь интенсивнее, где-то нет, где-то менее интенсивно. И для понимания этого вопроса мы привели ряд примеров. Мы видим, что в священном Коране земля названа живой. В священном Коране сказано Знаете, что Бог Единый оживляет землю после ее смерти. То есть, жизнь здесь приписана, этот атрибут приписан земле. И мы говорили о том, что на самом деле жизнь здесь приписана растениям. Потому что речь идет именно о растениях. И если мы обратимся к растениям, мы видим, что те признаки, которыми обладает жизнь, несмотря на то, что они в растениях имеются, но они слабы эти. Что мы наблюдаем? Наблюдаем рост. Мы наблюдаем, что растения питаются. Растения размножаются. Эти особенности мы наблюдаем. И это говорит о жизни, о наличии у них жизни. Так как мы подчеркнули, что могущество и знания – это признаки жизни. С теми необходимыми отступлениями, которые мы сделали на прошлых занятиях. Мы видим способность растений к размножению, к росту и так далее. Это признаки жизни. Но этим признаки жизни в растениях ограничиваются. Конечно, то же самое мы обнаруживаем и у животных, и у человека. Но у животных имеется нечто большее. Нечто, чем не обладают растения. И здесь, если мы немного отступимся и затронем одну очень важную и нравственную проблему, заключающуюся в том, что человек порой, очень многие люди посвящают свою жизнь именно этим своим способностям. Способностям к размножению, способностям к питанию, к росту и так далее. И очень часто мы говорим о том, что это на самом деле животные особенности. Это особенности животного. И человек, который посвящает этому, этим своим проявлениям, проявлением своего бытия, посвящает всю свою жизнь, на самом деле ведет животный образ жизни. Но дело в том, что эти особенности присущи и растениям. И это не только является признаком и особенностью растений, животных, но и присуще также растениям. То есть, скорее, здесь правильнее было бы назвать этих людей живущими растительной жизнью, а не живущими животной жизнью. Но это небольшое отступление. Таким образом, мы видим, что растения обладают определенной степенью жизни. Животные обладают большей степенью жизни. Почему? Потому что мы, помимо того, что животные размножаются, растут и так далее, то есть, те особенности, которые присущи растениям, мы, помимо этого, наблюдаем в животных нечто большее, наблюдаем добровольное действие. То есть, мы видим, что животные могут сами выбирать, что делать. Могут совершать действия. Они обладают могуществом в какой-то определенной степени, в какой-то определенной мере. еще большее жизнью мы наблюдаем, что обладает человек. Помимо того, что он обладает теми особенностями, которыми обладает растение, теми особенностями, которыми обладает животное, определенная степень жизни, дарованная человеку, позволяет ему действовать еще более свободнее, продвигаться в своих возможностях, в своем умении мыслить, в своем умении действовать, созидательствовать, позволяет ему достигать еще больших уровней, нежели это могут себе позволить животные. Это все мы обсуждали и приводили эти примеры для того, чтобы дать понять, что жизнь, она дифференцирована. И я напомню, что на самом деле жизнь — это очевидная вещь, ясная каждому из нас. И когда мы говорим о могуществе или знании, или умении что-либо делать, созидать и так далее, мы на самом деле говорим не о самой жизни как таковой, мы говорим о признаках жизни. Это необходимо всегда помнить. Таким образом, в этой дифференциации Всевышний Бог обладает жизнью в неограниченной степени. Его жизнь безгранична, несмотря на то, что Он жив, так же, как и живы мы, Он жив, так же, как и живы растения, но жизнь Его безгранична отлична от жизни растений, животных или людей. Безгранична. То есть, другими словами, как мы говорили ранее, Его атрибуты, несмотря на то, что в какой-то мере подобны атрибутам творения, но и в той же мере, но и в той же степени, в том же атрибуте, они безгранично отличны. То есть, несмотря на то, что Бог жив, обладает жизнью, но эта жизнь безгранична, отлична от жизни творений. Безгранична отлично. И доказательством тому, говоря о доказательствах этого атрибута, необходимо вспомнить предыдущие атрибуты, самые основные, которые мы обсуждали, это могущество и знания. Мы говорили о том, что признаком жизни является, согласно мнению одних, могущество и жизнь, а согласно мнению других, только могущество. Жизнь, знание не обладает этой особенностью. То есть, знание не является признаком и следствием наличия у чего-либо жизни, потому что то, что не является живым, также обладает знанием. Например, в Откровении, мы ранее подчеркивали это, в Откровении говорится, что все, что на небесах, на земле, восхваляет Бога. Восхваление неизбежно должно сопровождаться знанием, осознанием того, что делается. Помимо этого, имеются и другие знания, другие аяты в священном Коране, которые свидетельствуют об этом. Например, аяты о том, что земля будет свидетельствовать, о том, что предметы будут свидетельствовать против человека. Например, будут свидетельствовать против него его руки, его ноги. Все это сказано в Откровении. Свидетельство непременно сопровождается сознанием. Поэтому, согласно одной группе ученых, только могущество является признаком жизни. и мы ранее доказывали, доказали, что Бог обладает этими двумя атрибутами, атрибутами знания и могущества. И при этом обладает этими атрибутами безграничной мере, неограниченной его знания, неограниченное его могущество. таким образом и жизнь по имени того, что Бог обладает жизнью, обладает этой жизнью безгранично. Это логическое доказательство. Логическое доказательство наличия у Бога жизни. Но об этом же говорит и Откровение. Например, в Священном Коране сказано Он единый Бог. Нет Бога кроме Него. Нет Божества кроме Его. Он есть живой Вседержатель. То есть он назван живым в Священном Коране. Или же в другом аяте Священного Корана сказано Он есть живой. Нет Божества кроме Него. Так вызывайте к Нему искренне. В этом аяте он также назван живым. И так далее. Имеются и другие аяты также свидетельствующие в том числе и предания имеются об этом свидетельствующие о том, что Всевышний Бог обладает жизнью. И напоследок давайте коснемся ряда особенностей, которыми обладает жизнь Бога. Особенности, которые присущи жизни Бога и о которых сказано в Откровении. Итак, первая особенность это то, что Он обладает жизнью, Бог обладает жизнью, которая исключает сонливость и сон, дремоту и сон. об этом сказано в священном Коране То есть Он не дремлет. Невозможна дремота в отношении его жизни. Невозможен сон в отношении его жизни. В отличие от тех же животных, в отличие от человека, который несмотря на то, что обладает жизнью, но эта жизнь своеобразна и человек засыпает, человек дремлет и так далее. Это первая особенность. Вторая особенность заключается в том, что так как жизнь Бога не имеет начала, не имеет начальной причины, является его самостью, самостью Бога, является жизнь, вследствие этого Он единственный, чья жизнь не подвергнута смерти. Он единственный вечный. Все остальное так или иначе вкусит смерть. Все остальное так или иначе сталкивается со смертью. И об этом сказано в Священном Коране. О я ба кавачу раб б кеду л чалал вал и храм то есть останется только лик твоего Господа. Сказано в одном аяте в другом аяте сказано полагайся на живого, который не умирает. То есть жизнь является самостью Бога и невозможна смерть в отношении Бога. Или же в другом аяте все погибнет все находится в гибели кроме лика твоего Господа. Лика Господа единого Бога. Таким образом только Он Единый является вечно живым и смерть не может подступиться к Нему так как жизнь является его самостью в отличие от творений и творений которые так или иначе вкушают смерть. Даже мы люди на протяжении всей своей жизни вкушаем смерть. Ком является сон. Сон является маленькой смертью которую мы вкушаем на протяжении всей своей жизни. На этом мы с этим атрибутом атрибутом жизни закончили и более того закончили самостными атрибутами. Несмотря на то что самостных атрибутов безграничное множество но те которые нам необходимо было разобрать заключались именно в этих четырех атрибутах. Со следующего занятия мы приступим к рассмотрению некоторых атрибутов действия. На этом я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.